Добрый вечер! Консультировать на сегодня по всем вопросам будет врач-дерматолог поликлиники Цивитит Алибекова Роза Исуфовна. Роза Исуфовна, здравствуйте! Кожа человека – самый большой орган. Она занимает 15% от всей массы тела и покрывает поверхность примерно в 2 квадратных метра. Но кожа удивляет не только своими размерами. Ежесекундно наша кожа что-то испаряет, впитывает, нагревает, охлаждает, увлажняет и анализирует. Кожа больше, чем наша оболочка. Она своего рода наш защитный скафандр. Удивительно, но факт. На экране вы видите небольшой кусочек кожи размером в 1 квадратный сантиметр. Здесь находится 19 миллионов клеток, 625 потовых и 90 жировых желез, 65 волосков, 6 метров кровяных сосудов и 19 тысяч чувствительных клеток. Как известно, наша кожа состоит из трех слоев – эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки. Верхний слой эпидермиса – роговой – состоит в основном из омертвелых клеток. И эти клетки постоянно заменяются новыми и молодыми. Еще один немало удивительный факт. Ежесекундно сна сходит мертвая кожа. В час мы сбрасываем по меньшей мере 600 тысяч кусков кожи. Это около 700 грамм ежегодно. Именно они составляют 80% пыли в наших домах. В среднем люди сбрасывают в себя мертвые клетки и выращивают новые примерно за 27 дней. Это составляет почти тысячу смен кожи в течение жизни. А уже к 70 годам люди сбрасывают уже примерно 48 килограмм кожи. Мы посмотрели небольшой сюжет и хотелось бы сразу вам задать вопрос, что же такое акне и каков механизм их развития. Акне – это воспалительное заболевание сальных желез. Воспаление сальных желез ведет за собой такое заболевание, как угревая болезнь или акне. Имеет оно несколько этапов, несколько проявлений. Одно из которых – это комедоны. Черные точки. Начинающийся процесс. У одних пациентов протекает только в более легкой форме. У других же пациентов он перерастает в более тяжелую форму, которые влекут за собой тяжелые последствия. Акне бывает, как я уже сказала, в виде комедонов, в виде папул и пусту, то есть покраснение с гнойным содержимым внутри. Следовательно, вот этот процесс за собой влечет другой, более тяжелый процесс. Это все перерастает в кисты. И кисты влекут за собой, уже не разрешаясь, влекут за собой. То есть каждый элемент, который на лице есть, он может замещаться рубцовой тканью. Рубцовая ткань сама по себе уже практически не подлежит никакому лечению. Вот причины возникновения акне основные – это? Как Вы уже сказали, что это заболевание беспокоит только молодых людей. Это и является основной причиной. Потому что молодые люди, период полового созревания, и в этот период как раз заболевания у девушек с 10 до 17 лет, у мальчиков – это с 12 до 19 лет. Ну, это социальная группа, в которой чаще всего проявляются эти заболевания. И это все влечет за собой. Причина, основная причина в том, что период полового созревания, высокий выброс гормонов в крови, высокое потоотделение, и все вот это влечет за собой. Также говоря о причинах возникновения, очень часто люди связывают возникновение вот этого акне с желудочно-кишечными заболеваниями. Так ли это на самом деле? Да, это является одной из причин. Одно, как я уже сказала, это гормональные изменения, другое – это поражение желудочно-кишечного тракта. То есть, если приходит пациент, у которого есть угревая болезнь, то в первую очередь, если на прием приходит девушка, то, конечно же, обязательно она подлежит консультации нескольких врачей. Она идет к врачу-гинекологу. Даже если это девочка, ее нельзя посмотреть на гинекологическом кресле, то обязательно менструальный цикл, есть ли нарушения или нет, регулярный и все вытекающие из этого последствия. Это анализы на гормоны. И это консультация врача-эндокринолога, потому что высокий уровень половых гормонов или патология гормонов щитовидной железы – это патология эндокринологов. И обязательно они должны пролечиться у врача-эндокринолога и у врача-гинеколога. Если же есть какие-то проблемы с кишечником, запоры, или же наоборот, телушку беспокоят расстройства, или нерегулярный стул, чередующийся запорами с расстройством, то обязательно консультация врача-гастроэнтеролога, который, в свою очередь, назначает препараты для нормализации функций кишечника. Врач-эндокринолог назначает препараты для нормализации гормонального фона. И некоторые элементы, что немаловажно, пациенты не обращают на это внимание, но очень хочется заметить, что очень многие элементы могут разрешиться самостоятельно, без лечения, без вмешательства дерматолога, без наружных методов лечения. Может разрешиться только на то, что назначили смежные специалисты. То есть я всегда пациентам говорю, что не основная причина, то, что вы пришли ко мне, и я вам назначила, я могу назначить перечень препаратов, мази, но первоочередная задача, надо лечить причину изнутри. Когда причина изнутри уже нормализовалась, то есть они пошли к специалистам, специалисты назначили свое лечение. Многие элементы разрешатся самостоятельно, без моего вмешательства. Если же это молодой человек, то, конечно же, обязательная консультация врача-эндокринолога на половые гормоны мы отправляем, на гастроэнтерологу, на заболевание желудочно-кишечного тракта. И потом, после лечения специалистов, конечно же, подлежит уже дерматологическому лечению и обследованию. То есть лечение акне – это большой комплекс мероприятий, которые необходимы, прежде чем перейти к такому. Это очень трудоемкий такой процесс, да, то есть одним врачом-дерматологом вы не обойдетесь, но обязательно надо лечить. Очень-очень хотела бы обратить ваше внимание на то, что обязательно надо лечиться не только у врача-дерматолога, но и у смежных специалистов. Вот еще один такой интересный факт. Зачастую от взрослых можно услышать такое выражение, что нужно меньше есть сладкого, а то на коже появляются прыщики, скажем так, наши любимые. И вот на самом деле это так. И как сладкое влияет на нашу кожу? Сладкое, копченое, острое влияет напрямую, потому что это те продукты, которые вызывают гиперпродукцию кожного сала. А как я в начале передачи вам уже сказала, что акне или угревая болезнь – это острое воспалительное заболевание сальных желез, то вы сами понимаете, что то, что вызывает гиперпродукцию, то есть избыточную выработку сальных желез ведет к тому, что угревая болезнь у вас обостряется, угревая болезнь у вас, как бы вы ни лечились, будет прогрессировать дальше. Поэтому обязательно назначаем. И мы назначаем, и эндокринологи, и гинекологи, мы все назначаем свои диеты, которые нужно обязательно соблюдать. И при соблюдении которых, поверьте мне, очень хорошие результаты. То есть залог чистой кожи – это здоровая пища, скажем так. Вот существует несколько степеней развития акне. Вот о них можно поподробнее. Как я уже сказала, это комедон. Комедон, если вы не… Бывает просто очень легкое заболевание. Эти комедоны могут разрешаться, то есть маленькие черные точки на коже. Они могут разрешаться самостоятельно. Они не подлежат как таковому лечению. То есть мы назначаем диету, просто наблюдаем пациента, и с возрастом, как только нормализуется функция гормонов, как только нормализуется функция кишечника, они сами разрешаются. Если же это уже папулы и гнойники, конечно же, это обязательно, обязательное лечение. Если уже это кисты, то тут уже не обойтись без антибактериальных препаратов, без наружных антибактериальных препаратов. Есть препараты-ретиноиды, которые мы тоже назначаем. Но без консультации врача-дерматолога или смежных специалистов категорически нельзя принимать ни один из препаратов, потому что они все влекут за собой побочные действия. Надо знать, какой препарат с чем сочетается, какой препарат другому не мешает, и какой препарат не приведет у вас, а, к развитию заболевания кишечника, б, к развитию заболевания щитовидной железы или гинекологии. Ну, то есть каждому отдельно индивидуальный подход. Да-да-да, поэтому даже каждая стадия акне лечится индивидуально. То есть нельзя сказать, что вы пришли, а, заболевание акне, нельзя сказать, что заболевание сальных железь лечится вот по пунктам 1, 2, 3. Нет, это все лечится индивидуально, каждая стадия имеет свою стадию, свое лечение, свои этапы, свои подходы. Поэтому все нужно лечить, конечно, поэтапно, и без консультации врача никаких вмешательств быть не может. С одной стороны, угревая болезнь считается временным состоянием, которое проходит самостоятельно, а с другой стороны, угревая болезнь, она опасна своими осложнениями. Вот что вы можете об этом сказать? Конечно, некоторые стадии заболевания угревой болезни разрешаются самостоятельно. Первые два этапа, да, они могут разрешаться самостоятельно, без вмешательства врача, просто если вы соблюдаете диету, или просто если вы адекватно ухаживаете за своей кожей. Вторая и третья стадии, конечно же, подлежат обязательному лечению, потому что последняя стадия уже образования кист влечет за собой поражение более глубоких слоев кожи, поражение верхнего рогового слоя, которое влечет за собой, дает такую перламутровую окраску, это уже говорит о том, что он уже замещается в соединительной ткани. А соединительная ткань у нас, это, другими словами, рубец. То есть рубцы подлежат уже более тяжелому лечению, это уже обязательно лечение не только антибактериальными, уже и физкабинеты, уже и уфолампы, уже очень много других способов, то есть обязательно не только механически, но и введение препаратов, да, но и другие способы уже, которые у нас есть в запасе для лечения угревой болезни. Вот многие из нас, многие, очень большое, огромное количество подростков уверены, что для избавления от этой болезни нужно их выдавливать, и периодически начинаются какие-то различные проколы булавками, то есть всевозможные способы. Вот правильно ли это на самом деле? Категорически нельзя, категорически, потому что введение этой же булавки, введение любого другого предмета в сам воспалительный очаг, в сам узел, вы заносите, мало того, что у вас там и так есть инфекция, мало того, что это и так очаг воспаления, то есть вся подкожно-жировая клетчатка ваша воспалена, все слои кожи над этим узлом, все воспалено. Вы вводите туда предмет, и любой предмет, даже если он является стерильным, он разносит дальше инфекцию. Поэтому никаких предметов вы не вводите, ничем вы не выдавливаете, все это чистится специально у эстет-косметологов, вы ходите к эстет-косметологам, которые непосредственно распаривают вашу кожу, так просто ничего не давите, все это за собой влечет, опять же, как я уже сказала, влечет за собой более тяжелые проблемы, синюшные пятна, более глубокие рубцы, тем более тот, кто очень часто любит ковыряться на своем лице, заметит, что появляются не такие же узлы, которые изначально были, а появляются более глубокие узлы. Это уже говорит о том, что у вас появился дымодекоз, подкожный клещ, с ним бороться, поверьте, значительно тяжелее. Поэтому все, что вы делаете, нужно делать только у специалистов, только адекватно тем этапам и методам, которые необходимы для этого лечения. Ну, как удержать себя? Даже я на собственном примере могу сказать, что если увидишь какую-нибудь точечку на лице, сразу хочется ее выдавить, чтобы ее не было видно. Наверное, в таких ситуациях нужна профилактическая работа с детьми. Обязательно. Родители должны подготовить своих детей, что мало того, что родители должны объяснить, что можно есть, что нельзя есть, потому что как бы уже более опытные люди, так они еще должны объяснить, что единичные элементы на лице могут разрешиться другими способами. Вы приходите, мы вам назначаем одну-две мази, которые просто подсушивают этот элемент. Если вы же их давите, то уже все это влечет за собой то, что появляются рубцовые изменения. Поэтому родители должны объяснить, есть специальные средства по уходу за лицом, есть специальные средства для умывания, есть специальное мыло, есть специальные салфетки. То, что необходимо ребенку для того, чтобы он не усугубил тот процесс, который уже есть у него. Потому что комедоны, пустолы, папулы, то есть все вот эти элементы, которые есть при угревой болезни, они есть не только на лице, но они появляются на шее, на руках и даже на ягодицах. Поэтому за этим надо следить. И красивая спина, и красивое лицо, я думаю, это залог дальнейшей красоты этих же молодых людей. Как мы понимаем, лечение угревой болезни – это очень трудоемкий процесс. И зачастую подростки, прежде чем обратиться к врачу, обращаются за помощью в интернет. Готовясь к передаче, я посмотрела большое количество видеороликов в интернете, где подростки делятся своими способами, как они боролись с этим заболеванием. И вот мы решили поспрашивать у наших коспичан, как же они борются с прыщами. Как мы видим из сюжета, каждый борется с заболеванием, так как сам может. Вот хотелось бы разъяснованно узнать, как же на самом деле нужно лечить это заболевание. Конечно же, во-первых, вы проходите обследование, проходите обследование и проводите лечение смежных специалистов. Когда вы попадаете к врачу-дерматологу, первоочередная, в зависимости от стадии заболевания, первоочередная задача – это препараты по уходу за лицом. Все должно быть адекватно, все должно соответствовать возрасту, все должно соответствовать половой принадлежности. Вторым способом является обязательным, если это уже воспалительные, крупные воспалительные узлы, конечно же, антибактериальная терапия. Причем антибактериальная терапия может не обойтись одним курсом. То есть вы можете проводить 2, 3, 4 курса антибактериальной терапии, пока процесс не стикнет. Наружные антибиотики и другие препараты из других групп, которые мы используем для лечения уже этих узлов, воспалений, папул и всего остального. То есть разной стадии соответствует разное лечение. Конечно же, первоочередной задачей является лечение воспалительных процессов. Обязательно применение антибиотик. Или переральных, или инъекционных. Это уже мы определим по стадии заболевания. Это может быть не один курс, это может быть 2 и 3 курса. То есть в зависимости от того, какая стадия, к чему вы максимально чувствительны. То есть это все определяется. Даже антибиотик нельзя применять, который рекламирует антибиотик, давайте его попьем. Нет. Вы должны определить, к чему вы максимально чувствительны. К чему чувствительно отделяемо из вашего узла. То есть мы определяем чувствительность, к чему максимально чувствительный этот антибиотик вы получаете. То есть не просто так пропивается препарат, пропивается целенаправленно для подавления действия бактерий. Вторым способом является применение антибиотиков наружного действия Они тоже бывают разных групп, разные способы нанесения, разный интервал Это тоже все нужно обязательно у врача-дерматолога провести Препараты по уходу за лицом, даже вплоть до того, что мы назначаем специальные отвары и растворы Которыми пациент должен умываться, для того, чтобы улучшить структуру кожи, улучшить кровообращение И за счет этого воспалительные элементы, конечно же, уменьшаются значительно быстрее И процесс лечения ускоряется и удерживается длительный процесс ремиссии И пациент это замечает, и, конечно же, при адекватном лечении пациент видит адекватную реакцию своего лица, своего организма на лечение Но мы знаем, что кроме медикаментозной терапии в современной косметологии используются и другие способы борьбы с акном Что вы можете об этом сказать? Есть, да, сейчас в косметологии появилось очень много способов лечения Даже вплоть до того, что мы убираем рубцовую ткань Один из способов это плазмотерапия Мы не берем чужой материал, мы не вводим ничего другого Мы берем вашу кровь, мы ее центрифугируем Из вашей же крови берем плазму, в которой содержится тромбоцитарная масса В которой содержится микроэлементный состав В которой содержится белок, который сам по себе вызывает регенературную функцию кожи То есть при введении этого препарата сама по себе кожа начинает вырабатывать себе же подобные клетки Вырабатывая для того, чтобы кожа вернулась в нормальное состояние То есть ваш организм сам борется без введения других препаратов Плазмотерапия сама по себе чем хороша? Она повышает не только иммунный статус вашей кожи Она не только полезна вам как собственный биоматериал Она осветляет кожу, она лечит кожу Очень многие девушки заметят, что после двух процедур Ваша кожа, как сейчас говорят, кожа бархатная Вы заметите этот эффект Улучшается цвет кожи, улучшается структура кожи Улучшается дренажная функция кожи То есть кожа дышит, кожа соответствующий обмен веществ производит Результаты бывают очень хорошие Даже без введения других препаратов Потому что есть другой способ Есть мезотерапия В мезотерапии, конечно же, мы вводим специальные препараты Которые используются только в косметологии Их собираем в коктейли и вводим Конечно же, каждой структуре кожи К каждому состоянию кожи К каждому цвету кожи Мы подбираем разные коктейли Очень хорошие эффекты Дает чередование плазмы с мезопрепаратами Все процедуры вы делаете не менее 4 раз Вы должны понять, что за один раз Ваша кожа не может восстановиться То есть столько времени ей нужно, чтобы приобрести Такой уставший, тяжелый вид Что очень многие женщины хотят после одной процедуры Чтобы все сияло и было хорошо Такое понятное дело, что не бывает Поэтому, конечно же, не менее 4 процедур Интервал между процедурами должен быть не менее 7-10 дней То есть кожа должна сама отреагировать Должна сама восстановить свою функцию Выработать регенераторные функции После чего вы увидите К 7-10 дню восстанавливается кожа Конечно же, опять мы вводим проколы Опять мы делаем препарат Это тоже своего рода защитная реакция Потому что любое вмешательство в кожу Любой прокол Даже введение препарата Мы прокалываем в лицо Любой прокол вызывает защитную функцию организма Клетки начинают усиленно делиться Клетки начинают вырабатывать необходимые элементы Чтобы восстановить кожу Потому что кожа наша настолько точный компьютер Что отсутствие верхнего слоя заставляет нижних клеток Нижний базальный слой клетки Заставляет усиленно делиться, чтобы восстановить нашу кожу Поэтому любая травма, даже место инъекции Это своего рода выработка Есть такое понятие мезороллер Это маленький валик с разного рода длиной иглами Конечно же, мезороллер должен быть сугубо индивидуальный Есть женщины, которые боятся проколов Но этот мезороллер, валик с иголками, которые мы вводим по лицу Он наносит микротравму Вы наносите препарат И этим мезороллером вы катаете шипы по лицу То есть вот эти мелкоигольчатые вколы Есть такой способ введения препарата, как напаж В косметологии есть такой способ То есть поверхностное введение препарата Не в глубокий слой, а более поверхностный Так вот, этот мезороллер дает этот способ напаж Очень хорошие эффекты бывают При пигментациях наносим препарат Женщина боится инъекции А этот валик не дает такой болезненности Но опять же, вы должны понимать, что любое вмешательство Любой контакт с кровью Это все должно быть индивидуально То есть каждый человек должен иметь свой собственный мезороллер И вот эти препараты вводятся Это в случае, если женщина боится Бывают беременные женщины, которым тоже нежелательно вводить препараты Вот этот мезороллер может как бы давать восстановление в коже Функцию выполнять Кожа будет выполнять свою функцию за счет восстановления То есть мы травмируем кожу Мы вводим адекватный препарат И кожа восстанавливается И женщина не испытывает такой болезненности Не испытывает дискомфорта Это касаемо, допустим, беременных или женщин, которые боятся Очень хорошо этот мезороллер для мужчин, которые страдают аллопецией То есть облысение тоже восстанавливает И волосяной фолликул восстанавливает И структура улучшается То есть очень часто используются, кстати, мужчинами тоже Что касается же мезопрепаратов То, конечно же, лучше всего эффективнее вводить препараты в кожу Есть несколько противопоказаний Любое инъекционное вмешательство Любые проколы противопоказаны Если у вас есть любого рода судорожный синдром То есть это эпилептические приступы Это... Я же говорю, любого рода судороги Если у вас есть хроническая почечная недостаточность Если у вас тяжелая патология печени Это прямое противопоказание К любого рода вмешательству косметологического Что касается плазмы, одним из противопоказаний является заболевание печени, к чему относятся гепатиты То есть гепатит А или болезнь Боткина, как в народе известно, не является противопоказанием Но вирусные гепатиты являются Поэтому, если у вас есть такая потолка, конечно же, плазмотерапия вам противопоказана Хотя это является ваш собственный биологически активный материал А какие-то побочные эффекты на лице после гепатита? Бывает, конечно же, бывает На плазму не бывает практически никогда, потому что, я еще раз повторюсь, это собственный биологический материал На него не бывает никаких реакций Если же мы вводим мезопрепараты, конечно же, могут быть аллергические реакции Но прежде чем ввести препарат, понятное дело, мы всегда делаем аллергическую пробу на чувствительность к этому препарату Если же после пробы ваша кожа никак не реагирует, проба не делается на лице, проба делается на предплечье То есть, если появляется какого-либо аллергическая реакция, мы ее замечаем, обнаруживаем, то есть препарат не вводится Чем плюс того, что мы собираем коктейли? Мы можем исключить из этого коктейля препарат, который у вас вызывает аллергическую реакцию То есть, сама функция препарата будет сохранена просто, допустим, витамин С У вас на него есть аллергическая реакция, мы его исключаем Весь остальной коктейль вы можете смело получить, и функция будет практически одна и та же А какой состав, вы говорите, коктейли? Какие препараты туда входят? Витамин С, вы сказали? Витамин С, это... Витамин С добавляется для улучшения структуры кожи И, конечно же, как отбеливающий фактор Он, опять-таки, добавляется, если есть купероз Купероз – это поверхностное расположение сосудов Купероз тоже убирается косметологическими способами введения препаратов Добавляются сосудистые препараты, добавляются препараты, которые улучшают саму структуру кожи Добавляются лифтинговые препараты, то есть препараты, улучшающие, подтягивающие кожу Улучшающие тургор кожи, улучшающие эластичность кожи Поэтому чередование мезопрепаратов с препаратами с плазмой очень эффективны Очень хорошие результаты То есть одно с другим, когда вы чередуете, то к концу вашего курса вы понимаете, что у вас очень хороший эффект Все вот эти процедуры можно пройти у вас в поликлинике «Целитель» Да, пожалуйста, приходите, будем очень рады вас видеть А какой способ применяется для омоложения кожи у более взрослых женщин? Для взрослых женщин у нас есть биоревелитализация То есть введение гиалуроновой кислоты максимальной концентрации И функция вот этой гиалуроновой кислоты заключается в том, что одна молекула гиалуроновой кислоты тянет за собой 10 молекул воды То есть кожа притягивается, насыщается жидкостью Нету сухости, нету заломов Очень хорошие эффекты Но биоревелитализация или гиалуроновая кислота, которую мы вводим Она, кстати, показана и для более молодых женщин с 25 лет Пожалуйста, это прямое показание Вы можете вводить препараты Более зрелым женщинам мезопрепараты мы тоже вводим Плазмы очень редко, потому что уже все равно функция крови немножко снижается Иммунный статус тоже снижается То есть как бы такого адекватного ответа не будет на введение препарата Женщинам очень хорошо чередовать мезопрепараты с биоревелитализациями Очень хорошо Даже можно вводить эту же гиалуроновую кислоту и мы вводим в губы Не для того, чтобы увеличить объем губ Мы вводим для того, чтобы не было линейной складчатости на губах Для того, чтобы у женщин более зрелых есть такое понятие, как кесетные рубчики То есть над верхней губой бывают заломы Вот эти вот кесетные рубчики у вас разрешатся от введения гиалуроновой кислоты Просто омолаживаются и улучшается кожа губ и разглаживается верхняя вот эта складка То есть вот эти кесеты, они разглаживаются Очень хороший эффект и очень хорошие результаты Пожалуйста, обращайтесь, приходите к нам Немаловажным фактором в правильном лечении является, конечно же, и уход за кожей Роза Исуновна, хотелось бы услышать ваше пожелание нашим телезрителям Уважаемые телезрители, будьте всегда здоровы Обращайтесь к нам в поликлинику Получайте адекватное лечение от нужных специалистов И добро пожаловать на омоложение и красоту На этом наша передача подходит к концу Следуйте советам нашего доктора и будьте здоровы До свидания